Музыка Аклай, один из самых ужасных хищников Виндаксы, планеты известной буйным плодородием и чуть ли не самым разнообразным животным и растительным миром галактики. Аклай особо ценились в гладиаторском деле, так как поймать их было крайне трудно. Без регулярных кормлений они быстро начинали ощущать голод, а аппетита у голодного Аклая хватало на несколько кровопролитных выступлений в день. В росте Аклая достигали 3 метров и 5 сантиметров, весили 1200 килограмм. Цвет кожи был от зеленого до коричневого. Имели 6 лап, 3 глаза и твердый экзоскелет. На джианозисе был представлен мутировавший вид. Аклай были представителями неразумных земноводных ракообразных, которые обитали под водой и обладали некоторыми чертами рептилий. Мощными челюстями, наполненными острыми зубами, жесткой кожей, чей цвет варьировался от зеленого до коричневого и прочее. Отличительной чертой Аклай была тройка глаз. Хорошо приспособлен к подводной темноте, однако сами животные были почти близорукими. Голова зверя располагалась на длинной шее и была надежно защищена от атак сверху высокой костяной короной с длинными выступавшими по бокам кожистыми брыжами на загривке. Данная черта прослеживалась у некоторых видов рептилий и использовалась для запугивания противника и для нанесения ударов взмахом головы. На подбородке имелся специальный отросток – сильфий, с помощью которого зверь улавливал электрический ток. Тело зверя было покрыто прочным экзоскелетом, с которого некоторые народы изготавливали примитивные трофейные бронежилеты. Кроме этого, на телах росли специальные реснички, выполнявшие роль органов чувств. С их помощью Аклай улавливал нейроэлектрические импульсы других жизненных форм. Передвигался на шести длинных лапах, каждая из которых заканчивалась очередным природным оружием – остроконечным когтем. С их помощью животное на расстоянии наносило противнику колющие и рубящие удары. Размахивая когтями словно топорами, Аклай мог в прямом смысле нарубить противника на куски. Кожа на когтях была прочной и нечувствительна к боли. У основания каждого из когтей росли чувствительные, похожие на пальцы придатки. Живот был более уязвим, чем другие части тела, поскольку кожный покров был не таким жестким. Относительно небольшой желудок мог расширяться по мере необходимости. Высокий метаболизм организма давал много энергии, но быстро обострял чувство голода. Очень часто Аклаи выходили на сушу днем и охотились на ночных лимнеев, которые жили на равнины местности и были для них основным источником пищи. Под водой Аклаи питались рыбы, засасывая ее в пасть в большом количестве. К ночи Аклаи возвращались к своим логовам на берегу и отдыхали. Известны случаи очень редкой мутации, когда у Аклаев проявляется чувствительность к силе. В этом случае они изо рта выпускали в своих противников молнии силы. Аклаи были одним из представителей доминантных хищников планеты Вентакса, однако известны случаи, когда их транспортировали на другие планеты, в первую очередь на Джанозис. Местные жители, обменивая своих дроидов и машины на новоприбывших зверей, принялись разводить Аклаев, вскоре те заняли свою ступень в экосистеме бесплодной планеты. В некоторых случаях, прежде чем этих зверей удавалось поймать, они пробирались в нижние туннели и поедали целые ульи рабочих джанозийцев. Известно, что Аклаи стали доминирующими хищниками застойного участка Эбенового моря, конкурируя только с Мердеттами, другими опасными животными джанозиса. Там из-за воздействия химикалий ямы Голба, километрового кратера, Аклаи виды изменялись и мутировали. Их кожа приобрела черный глянцевый цвет, броня стала более мощной, а сами незначительно прибавили в габаритах и в их силе по сравнению со своим обычным виндагским сородичем. Агрессивные по своей натуре Аклаи часто становились участниками гладиаторских поединков. Жесткий шкур и злобный характер делал их суровыми противниками, которых было очень трудно убить. Бывали случаи, когда во время поединков Аклаи начинали поедать своих жертв. Содержание этих рептилий было довольно дорогостоящим для их владельцев, поскольку тем постоянно приходилось следить за должным количеством добычи на арене. Одним из тех, кому удавалось одолеть Аклаи в поединке, был гладиатор Джен Азиец по прозвищу Аклайский рубщик. После победы над животным он стал управляющим поединков на арене Петранаки. Еще одной планетой, куда завезли Аклаев, была Фелуция. Во время войн клонов эти звери напали на 501-й легион и попытались уничтожить республиканский AT-TE. Изначально перевес был на стороне животных, но в итоге они были уничтожены солдатами клонов. Бывали случаи, когда Аклаи даже выступали в цирке. Известный пример это бродячий цирк Малпола, действовавший в годы Галактической империи. Ходили слухи, что по меньшей мере один Аклай содержался на явлении 4 Дженазийской биолаборатории. Еще одним владельцем опасной рептилии был Хад Борва, державший Аклай в подземелье своей тайной базы на ныне. Субтитры создавал DimaTorzok Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании, поддержите проект.